Кто здесь главный? Соборное послание святого апостола Иуды, 1 глава с 1 по 10 стих. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь, да умножатся. 2. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. 3. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. 4. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. 5. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. 6. Как Содом и Гомора и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставленные в пример. 7. Так точно будет и сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. 8. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, 9. Да запретит тебе Господь, а сии злословят то, чего не знают. 9. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расцлевают себя? 10. Размышления, часть первая. 10. Господь Иисус. 11. Соборное послание святого апостола Иуды, 1 глава, с 1 по 6 стих. 11. Послание Иуды задает вопрос, кто главный в вашей жизни? 12. Сегодняшний отрывок поднимает часто обсуждаемый вопрос. 13. Суверенное избрание и свободу выбора. 14. В первом стихе верующие названы призванными и сохраненными Иисусом Христом. 14. Стих 4. Описывает людей, которые вкрались. Они явно находятся вне суверенного Божьего избрания. 15. Однако в стихах 5-6 говорится о предоставленном нам и даже ангелам выборе решать, под чьей властью жить. 15. Ясно одно. Есть только один Господь. 15. Иисус. Есть те, кто призван и кто решил оставаться под Его властью. 16. А для тех, кто вкрался, нет середины. 16. Мы либо во Христе, либо нет. 17. От этого зависит, будет ли Его власть направлена против нас или за нас. 17. Наш Бог и любящий, и справедливый. 18. Такие отрывки призывают нас оставаться во Христе и под защитой Его власти. 18. Кто для вас главный? 18. Ответьте на этот вопрос в два этапа. Во-первых, попросите Духа Святого открыть вам состояние вашего сердца. 18. Во-вторых, подумайте, что показывают ваши действия. 18. Размышления, часть 2. 19. Другие господа. Соборное послание Святого апостола Иуды, 1 глава 7 по 10 стих. 20. Другие господа имеют манеру вкрадываться незаметно. 21. Наш враг действует беспринципно, охотясь за теми, кто слаб и незащищен. 22. Даже великие божьи ангелы не смели выступать против него с позиции своей силы. 23. В стихе 9 архангел Гавриил ссылается на власть и авторитет одного истинного Бога. 24. Эти иные господа могут принимать различные образы в зависимости от наших индивидуальных слабостей. 25. Но проблемы, упоминающиеся в этом отрывке, коренятся в эгоизме и проявляются в желаниях плоти и человеческих инстинктах. 26. Есть только один истинный Бог, одно истинное убежище, и оно никогда не начинается и не заканчивается человеком, 27. Что является источником вашей силы. 28. Вы не можете опираться на власть Бога, если не подчиняетесь ей. 29. Молитва. 29. Единый истинный Бог, я выбираю Тебя, потому что Ты выбрал меня. 30. Я смиряюсь под Твою власть и прошу, чтобы Твоя сила лилась через меня. 31. Пусть моя жизнь прославляет Тебя, как моего Господина. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. 31. Субтитры сделал DimaTorzok